Сегодня мы с вами будем писать очень милую картинку, достаточно сказочную, и совсем скоро уже начнем разбирать, что и как. Пока жду ваши плюсики и готовимся, готовим материалы. Сегодня будем писать масляными красками на холсте, холст небольшого формата, у меня 30 на 40 сантиметров, но можно взять чуть-чуть побольше, 40 на 50 будет вполне нормально, оптимально. Холст вот такой. Минутку, тебя с самого начала не услышали, нежка была. Ага, все, плюсики уже вижу. Ну что ж, еще раз всем большой привет, добрый вечер, у кого-то может быть еще день, у нас уже совсем поздний вечер. Приветствую вас на сегодняшнем мастер-классе, и сегодня мы с вами будем писать очень милого котенка. Буквально пару слов дам Паше, он сегодня будет помогать вести трансляцию, поэтому если вдруг по ходу работы возникают какие-то вопросы, или просто хочется пообщаться, в общем, пишите, мы всегда рады общению. Так, всем добрый вечер. У меня пару слов насчет технической стороны. Мы сегодня с обновленным техническим оснащением, у нас стоит новый микрофон, благодаря которому вы должны нас лучше слышать, и у нас стоит более яркий, более хороший свет, благодаря которому вы должны нас лучше видеть. Вот, это такие небольшие нововведения. Я вас попрошу оценить качество трансляции, давайте, чтобы не усложнять, по пятибалльной шкале от одного до пяти. Я знаю, что это Саша Кригорьев обычно просит сделать, я видел. Вот, а сегодня я попрошу оценить, пожалуйста, качество видео, качество звука. Если все окей, вы хорошо видите и слышите, то поставьте пятерку. Если есть какие-то проблемы, то ставьте ниже пятерки и напишите, почему. Возможно, мы в прямом эфире просто подстроимся и все это подправим сразу же. Сейчас пока еще первый эфир, где мы все это используем, поэтому очень важно знать, как и что работает. Так, вижу, что пошли пятерки, отлично, отлично. Если что, вы нам, пожалуйста, подсказывайте, потому что мы сейчас пока в режиме тестирования смотрим, как лучше, как хуже, куда свет поставить, куда что. Если что, ждем обратную связь. Так, отлично, у нас пятерки. Хорошо, если что-то не так, что-то бликует или какие-то другие проблемы, возможно, у нас внезапно стало плохо слышно, звук перегружен, то просто обозначайте это, пожалуйста, в чате, мы будем оперативно на это реагировать. Все, передаю слово Татьяне, приступим непосредственно уже к рисованию. Да, ну что, все, решили всю техническую часть, поэтому давайте начинать. Да, совершенно верно, посмотрим по краскам и будем как раз отстраиваться. Возможно, нужно будет немножечко отрегулировать цвет. Еще раз, сегодня мы с вами будем писать милого котенка. У кого не скачана такая картинка, то, пожалуйста, скачайте. Под чатом расположена фотография, и ее нужно будет себе скачать. Либо распечатать. Я буду ее держать на экране телефона. Можно из телефона, с планшета, откуда угодно писать. Можно с распечатанной фотографией. Но сразу, пожалуйста, обращайте внимание, что распечатанная картинка будет сильно искажаться. В любом случае, вне зависимости от того, как у вас откалиброван монитор. Просто потому, что экран светится, картинка не светится. И на экране будет изображение ярче, светлее. На распечатанном фотоматериале будет немножечко искажены цвета и освещенность. Поэтому все это учитываем в работе. Но поскольку сегодня мы будем писать не реалистичного зверя, а сказочного, то нам это не сильно будет ухудшать нашу работу. Мы справимся и так. Что мы возьмем с сегодняшней картинки? А возьмем мы композицию и, в общем-то, самого котика. Все остальное мы с вами будем придумывать. У нас сегодня творческая работа. Перед новогодними рождественскими праздниками хочется немножечко дать волю и просто похулиганить. Поэтому сегодня мы этим и займемся. Всем, кто присоединяется, привет-привет. Очень много знакомых лиц. Это очень радует. Берите, пожалуйста, все свои материалы. Сразу хочу ответить на вопросы, которые, скорее всего, последуют. Можно сегодняшнюю работу писать любыми материалами. У кого что есть? Акрил, гуашь, масляные краски. Берите все, что угодно. Единственное, акварелью будет не очень хорошо, потому что все-таки материал тонкий. Нам нужны будут пастозные мазки, густая краска. Поэтому все, что угодно, берем и включаемся в работу. Еще тогда пару слов скажу о том, какие материалы я сегодня использую. Я уже озвучила, что это холст размера 30 на 40 сантиметров. Проверяйте, чтобы холстик был хорошо натянут. Вот так вот, как барабан стучал. Холст на подрамнике. Палитра наша обычная, такая вот домашняя. И масляные краски мы с вами будем собирать вместе. Но прежде чем выдавить масляные краски, давайте мы с вами покроем холст охрой, акриловой краской охрой. Можно мне вот эту краску? Это не то. А, вот все, нашла. Как будем покрывать? Просто, быстро и не стараясь. Прямо на холст, без какой-либо палитры. Выдавливаем немножечко краски. Это даже много, но ничего страшного. И растираем по всему холсту равномерно. Можно неравномерно, это не обязательно. Просто замазать весь холст вот такой вот красочкой. Тоже хочу обратить внимание, что подложку вы можете выбрать на свое усмотрение. Я предпочитаю в этой работе использовать охру, но можно любой другой оттенок. Красноватый, коричневатый. В общем, у кого что есть, работа у всех получится разная. И работа сегодня у нас творческая. Да, вот Михаил тогда расспрашивает, можно ли коричневый цвет? Да, как раз, как раз только-только ответила. Любую краску берем, у каждого будет своя уникальная картина, подложка своя. Даже цветовую гамму вы можете выбрать свою. Поэтому сегодня вопрос о том, какие краски взять, он немножечко неактуальный. Какие есть, такие берите. Какой вы привыкли пользоваться цветовой гаммой, такую берите. В общем, сегодня всем можно все. Все, работа очень интересная. И можно сказать, без каких-либо ограничений, запретов и так далее. Сегодня просто мы с вами насладимся вдоволь и будем хулиганить. Закрашиваю абсолютно неравномерно. Вот как рука легла, так и закрашиваю. Где-то пусть остаются проплешины, где-то сильнее будет прокрашено. Просто распределим таким образом, чтобы мазок был неупорядочен. То есть не по всей поверхности ровно-ровно-ровно, а то в одну сторону, то в другую, чтобы создать такой вот хаос на холсте. И вот сейчас, мне кажется, здесь сильно отсвечиваю. Вот так вот получше. Ну что, откладываем наш холст в сторону. Он у нас сейчас сам немножечко подсохнет, а потом мы ему еще поможем и подсушим его феном. А пока мы с вами подготовим палитру, разберем вообще, что и какая последовательность действий и так далее. Сейчас возьму сюда вот палитру и давайте набирать цветовую гамму. Мне будет необходимо открыть картинку. Так, я начал рассеять, но она была стоять лучше. Да, сейчас, мне кажется, уже... Да, уже. Да, уже увидели, отстроились. Будем смотреть потом по обстоятельствам. И собираем масляные краски. Прокомментирую сложившуюся. Паузу, Даня пытается найти картинку, которую она сегодня рисует. Да, не скачала заранее, в онлайне не хочу смотреть, нужно скачать. Все, вроде как все наладилось. Давайте собирать краски. Итак, я сейчас возьму следующий набор. Белила титановые. Выдавливаем сразу побольше, потребуется много. Так, у нас на палитре блик от софтбокса, там отражается софтбокс. Не обращайте внимания, потому что он затянут пленкой. Палитра затянута пленкой. На холсте такого не будет, но если будет, то устраним. Далее, желтый. Я беру кадмий желтый средний. Можно взять абсолютно любую желтую. Еще раз напоминаю, сегодня ограничений по палитре нет. Берите тот набор, который у вас есть под рукой. Охрочку. У меня это охра желтая. Опять же, можно выбрать любую краску. Далее, красную. Возьму кадмий красный, темный. Далее, краплак. Его не очень много потребуется, поэтому возьму поменьше. И несколько синих. Из синих ультрамарин. Кобальт фиолетовый, темный. Королевскую голубую. Краска не обязательная. У кого есть, берите. У кого нет, не обязательно. Можно вместо нее взять голубую ФЦ. И я вам расскажу потом, как их смешать, в каких пропорциях. И несколько коричневых. Поскольку котик у нас с вами такой вот серо-коричневый, то мы с вами будем набирать богатые коричневые оттенки. Несколько коричневых. Одна покраснее. У меня это все ноженое. И одна позеленее. Это умбра. Так, ну, пожалуй, все. Больше ничего и не нужно. Ну и сразу замешаем несколько колеров. Или колеров. И начнем работать. Во-первых, давайте замешаем несколько синих и фиолетовых оттенков. А, ну и, конечно же, не сказала, как можно больше подготовить бумаги, салфеток, чего угодно, может быть, кто-то пользуется тряпочками, чтобы вытирать мастихин и кисти. И как раз насчет кистей мастихинов. Мастихин один любой. Ну, можно два. Один помягче, чтобы он был более упругий, более мягкий. И один можно взять пожестче, чтобы им создавать какие-то рельефы, вышкрябывания делать, ну и так далее. И возьму я вот такой. Он совсем, посмотрите, такой деревянный, жесткий. Им очень удобно делать какие-то вышкрябывания. Вот два мастихина, этого хватит. Тряпочек самое главное, побольше. Тряпок много не бывает. И растворитель. Я сегодня пишу на терпентине, но можно выбрать любой разбавитель для сегодняшней работы. Желательно не брать чистое масло, чтобы картина не была очень долго влажной. Добавьте либо лака, либо растворителя, чтобы краска быстрее высыхала. Итак, и смешиваем кольера. Фиолетовый. Это кобальт фиолетовый темный в разбеле. Ультрамарин тоже в разбеле. Можно делать несколько градаций. Один замешать в темной, а второй посветлее. Отчеркнуть кусочек краски и еще больше добавить в белого. И так далее на высветление. А этот еще по темнее сделаем. Вот, кстати, оттенки очень похожи. Если сюда капельку овца добавить, то будет совсем похоже. Несколько коричневых. Умбра. Оставим в чистом виде. Остальную часть немножечко высветлим охрой. И оставшуюся часть чуть-чуть в разбил. Те же самые операции проделаем с сиеной жены. Сиена жены. И сразу высветляем ее охрочкой. Часть этого замеса в разбил. Ну и можно чистую умбру тоже немножко разбелить. И мы получили целый набор коричневых оттенков. Давайте охра сразу добавим побольше. И можем приступать к работе. Краска пока немного влажноватая. Мне нужно будет ее чуть-чуть подсушить. Продолжение следует... Продолжение следует... И в принципе красочка подсохла. Что сейчас мы с вами будем делать? Первым делом мы нанесем рисунок на холст. Рисунок нам будет помогать в дальнейшем. Мы от него немножко будем отступать. Но тем не менее это будет наша опора. Итак, давайте приступать. Сейчас мы выберем нейтральную для нашей картины краску. Возьмем жесткую щетинку. Щетинку небольшого формата. Я возьму вот такую, но можно взять даже поменьше. И вот такой вот коричневатой краской с капелькой жидкости. Начнем наносить рисунок. Во-первых, нам необходимо определить размер нашего котенка. Он у нас будет не в кресле, как здесь на образце, а на такой вот подушечке, что ли. Итак, размеры кота. Вот примерно, я думаю, вот таким образом он будет располагаться. Вот здесь. И давайте вот столько отведем под голову. Остальное будет занимать у нас тело. И очень схематично, набросочно накидаем само расположение. Здесь будет располагаться головка. Кстати, сразу можно ему обозначить размер вот этой вот баночки с молочком. Банка у нас практически с кота размером. Ну и, конечно же, тельца. Обозначим бедрышко. Краску развожу достаточно жидко. Обозначили одну ножку. Там вторая подтарчивает. И здесь, конечно же, лапку, которая у нас будет держать. И голову я чуть-чуть расширю. И так же схематично, абсолютно набросаем мордочку. И сейчас не пугайтесь. Мы сейчас будем набрасывать мордочку. У вас, ваш котик будет очень похож на маленькую хрюшку. Но не пугайтесь. Не стоит бояться. Все это будет в процессе живописи. Исправляться. И получится нормальный, милый котик. Давайте обозначим, где будет сама баночка. Ну и теперь нашу хрюшку. Носик. Чуть-чуть подтарчивает. Ротик. Ну и глазки. Вот такой вот инопланетянин получился. И где-то здесь ушки. Не обязательно сразу их намечать. Но наметим, пусть будут. Так. Бутылочка. Давайте сразу посмотрим, как расположить бутылочку. Ну вот где-то здесь. Тоже делаем ее достаточно схематично. И там виднеется донышко. Ой, или знаете, что, наверное... Давайте вот что мы сделаем. Не банку, не баночкой. Здесь будет заканчиваться не крышкой, а сосочкой. Пускай у нас будет кот, который пьет молоко из соски. Так будет еще интереснее. И пока желтая у меня не убежала, я ее сразу верну на место. Оп. Так. С красной, пожалуй, то же самое. Мы стихин, кстати, всегда вытираем. Не оставляем инструмент грязным. Он у нас всегда находится в чистоте. Так. Ну и нужно его куда-то поместить. В какое-то пространство. Давайте он у нас будет лежать на подушке. Все коты любят лежать на подушке. Пусть и он лежит. И хвостик. Куда, кстати, направим хвостик? Угу. Ну, можно, наверное, чтобы он уходил вот сюда, вот за край холста. И подушечка. Так вот, схематично. Вот такой у нас будет царь-царевич лежать на таких вот шикарных подушках. Вот. Все. Рисунок у нас готов. И мы смело можем приступать к работе. Кстати, вот на этом этапе тоже такой совет. Этот рисунок, если вы писали, например, вот на каком-то быстро растворимом веществе, можно его тоже немножко подсушить, чтобы он совсем подсох. Но, в принципе, мы будем работать над фоном, и сам рисунок у нас с вами уже подсохнет. Немножко могу вот сюда вот повернуть. Это слишком сильно. Вот так вот. Ну что, приступаем к работе. Сейчас мы будем с вами заполнять фон. И нам нужно распределить цветовые пятна по нашей картине. Давайте рассуждать вместе, давайте рассуждать вслух. Кот у нас будет серо-коричневым, полосатым. Поэтому что хочется, какое пятно положить на фон? Наверное, подушечку мы обозначим голубоватый, голубовато-фиолетовый. А сам фон у нас будет слегка с рыжинкой, может быть, с коричневинкой. Вот как-то так. Сейчас у нас такой этап, когда каждый из вас сможет выбрать любую цветовую гамму для своей картины. Можно поменять цвет котика, можно поменять цвет фона подушки, соответственно, и так далее. Можно ему здесь не миску с сосочкой, не молоко с соской дать, а кто что хочет, у кого на что хватит фантазии. Поэтому выбираем сейчас на свое усмотрение, включаем фантазию. И в то же время включаем фантазию относительно цветовой гаммы вашей картины. Можно любую абсолютно подушку выбрать, зеленую, оранжевую, какую угодно. Ну что, приступаем. Сейчас мы закидаем фон основными пятнами. Я выберу щетинку. Сейчас я, пожалуй, и на котика сразу пятнышки раскидаю. И потом уже займемся фоном. Кисть сейчас чуть-чуть отмою. И приступаем к работе. Так, сначала наметим чуть-чуть потемнее. Это будет смесь коричневых и тех оттенков, которые мы с вами уже намешали. Пока без полосочек. Вот таким вот образом. Просто прокрашиваю. И, конечно же, смотрим, какие участки будут более освещенными, какие находятся в тени. Ну и, конечно же, выбираем раскраску, расцветку, окрас, как угодно это назовем, нашего котика. Кстати, кончики лапки я, наверное, ему сделаю чуть более белесые. Пусть будет такой вот красавец. Ну, кстати, там вот голубой подмешался с палитрой. Не страшно, как раз хорошо. Глазки пока закрашивать не буду. И хвостик тоже обозначу темным. И уже более белесым обозначим пузико ему и кончики лапок. Белый закончился. Давайте набирать побольше. Можно той же самой кистью работать. Просто ее окунуть в разбавитель и вытереть ненужную грязь на салфетку. И давайте наберем вот такой вот светлый, может быть, с коричневинкой, с небольшой. И закрасим ему, во-первых, пузико, а во-вторых, кончики лапок. И грудка у него тоже будет такая вот белесая. Ну и, конечно же, сама мордочка. И цвет можно распределить по тельцу. Мягенько подраспределили и двигаемся дальше. Молочко можно тоже сразу обозначить. Молочко у нас будет такое вот тепленькое. Капельку розового, капельку желтого. Это немножечко ярко. Сейчас давайте сделаем посветлее. Буквально капелюшка вот такого вот теплого оттенка. Вот так вот. И молоко. Поскольку баночка наклонена, то молоко у нас будет вот сюда вот на донышко скатываться. Прелесть вот таких вот цветных подложек, на которых мы сегодня пишем, на которые мы сегодня пишем, заключается в том, что мы не должны полностью закрывать картину таким вот абсолютно плотным цветом. Мы можем оставлять какие-то просветы, и это будет смотреться очень даже неплохо. Ну, по крайней мере, ничего плохого не произойдет, если мы какие-то места ставим незакрашенными. Если у нас бы просвечивал белый холст, ну, это смотрелось бы не очень хорошо. Хотя в некоторых случаях тоже неплохо смотрится. Но сейчас наша подложка нас выручает, и мы можем не все места плотно прокрашивать так вот железно. Ну что, давайте теперь распределим цвета по оставшейся части работы. Мы договорились, что у нас будет подушка фиолетовато-синяя. Сейчас мы с вами будем набирать эти оттенки. На мастихин набираем небольшое количество вот такой вот краски, и легко-легко скидываем. И, как бы, мы с вами хотим припорошить таким вот насыщенным цветом нашу подушку. Не все участки закрашиваются, какие-то остаются нетронутыми. Сквозь синий у нас с вами просвечивает фиолет, сквозь синий просвечивает охра. Мы ее не дотрагиваемся дальше даже. Точнее, не перекрашиваем полностью. И вот там сквозь прозрачную баночку мы тоже пустим такой вот легкий оттенок голубого, где он будет просвечивать. Обратите внимание, очень важный момент. Мы абсолютно не боимся залезть на котика. Посмотрите, у него половина шерсти сейчас стала голубой. Это плюс, это ни в коем случае не минус. Поэтому не оставляйте около объектов какие-то ореолы, такие неприятные. Лучше перекрыть краской какой-то соседний объект, чем не докрыть и оставить около него какое-то пространство. Вот, посмотрите, вот такого не должно быть. Должно быть вот так. Вот. То есть никакого пространства между фоном и объектом. Закрашиваем полностью. Пусть оттенки подмешаются один в другой, но никаких между ними пространств не оставляем. Здесь под ним можно потемнее немножко. Есть ли у нас в чате те, кто пишет в режиме онлайн вместе с нами? Не забывайте потом свои работы выкладывать. Особенно вот такие работы всегда интересно посмотреть, потому что у каждого будет абсолютно разная, абсолютно разные работы. Хоть и тему мы вот с вами пишем одну все. И здесь тоже залезаем на лапки. Даже где-то в молоко не страшно залезть. Слой краски не очень толстый, но достаточно внушительный. Здесь тоже вот потемнее под хвостиком. Отлично. Не одна. Я пишу в прямом эфире. Это радует. А здесь сверху можно чуточку посветлее. И, кстати, вот так вот сквозь баночку тоже легкий оттенок голубизны добавить. Ну и, конечно же, здесь что-то пустить. Тоже залезаем ему на макушку, не стесняемся. И тоже цветовые пятна сейчас будем прокладывать на фон. Фон, мы с вами договорились, будет иметь, опять-таки, как и котик, коричневатый оттенок, где-то может быть рыжий. Сразу мы его с вами замешаем красный плюс желтый. Можно один замешать вот такой вот в пользу красного, а второй в пользу желтого. Побольше желтого. И с краешку подбираемся к красному и добавляем по необходимости, по чуть-чуть, чтобы был более оранжеватый замес. Ну, вот как-то так. И начинаем прокладывать пятнышки на фон. Тоже постараемся не перебивать всю окру, которая у нас там есть. Пусть остаются оттенки. И мы как бы вытираем с вами мастихин, обтираем его. Пусть остается оттенки. мы стихин периодически вытираем где-то даже потемнее особенно вот здесь вот у подножья и здесь можно уже больше оранжевинки но тоже все-таки в темную область больше к разряду коричневого обожаю вообще такие работы писать это всегда праздник души просто где можно просто оторваться, расслабиться и натворить каких-то интересных совершенно сумасшедших вещей тоже на хвостик где-то заходим какие-то оттенки соседние можно подсмешать потом, если это будет необходимо, мы с вами разделим так, ну можно еще, пожалуй, чуть-чуть желтого подмешать в оранжевый и раскидываем в оставшуюся часть пласта если, кстати, на фоне, вот когда мы с вами создавали подложку будут какие-то неоднородные оттенки например, в сторону такого кофейного оттенка в сторону охры, в сторону красноватых замесов то вот сейчас вот они бы просвечивали очень интересно и тоже был бы такой эффект, знаете, переливайки такой вот интересного свечения поэтому поэкспериментируйте с подложкой кстати, очень часто я такие работы делаю с подложкой металлической есть акрил вот такой вот золотой это желтое золото, это темное золото она потрясающе смотрится вот я не знаю, сейчас будет видно или нет но оттенок золотого, он настолько блестящий, настолько красивый он смотрится очень здорово в таких декоративных работах именно в подложке кое-где он сверкает, просвечивает и под разным освещением сверкание абсолютно по-разному выглядит есть еще вот там где-то у меня лежит бронза, серебро ну и в общем разные-разные оттенки металлика поэтому если хочется каких-то создать создать какие-то необычные совершенно нестандартные может быть совсем креативные какие-то работы то советую присмотреться к таким металлическим краскам они дают очень интересный эффект и вот в такой же стилистике, в такой же технике можно к Новому году подготовить подарки для своих родных сейчас наступает год собаки но коты вообще вне времени, вне всего коты всегда будут актуальны и любимы но можно и котиков подготовить, можно и собачек у нас очень много ребят готовят именно на праздники такие работы поэтому неспроста мы взяли с вами такой сюжет именно перед праздниками перед праздниками, ну сейчас для меня уже такое время настало когда я говорю, что это перед праздниками на самом деле до праздников еще какое-то время все-таки есть но почему мы с вами в этом году начали готовиться так вот сильно заранее мы уже с октября готовим новогодние сюжеты для того, чтобы была возможность у каждого попробовать разные-разные техники, разные сюжеты посмотреть, что лучше заходит, что как-то ближе к сердцу если с первого раза что-то не получилось, то переписать, переделать и уже к Новому году быть во всеоружии, с подарками и с красивыми сюжетами и, конечно же, с новыми знаниями поэтому пробуем все от реализма, заканчивая какими-то абстрактными вещами чтобы была возможность именно попробовать себя в разных-разных жанрах понять, что ближе оттенки варьируем абсолютно вот так вот хаотично ну хаотично это я, конечно же, образно говорю конечно, мы не абы как их накладываем а все-таки думаем, какие бы цвета смотрелись рядом с соседними и наиболее выигрышны и близко-близко-близко подступаемся к соседним объектам никаких просветов, напоминаю лучше вот таким вот образом побольше залезть на соседний объект чем оставить какую-то дырку вот таким образом мы с вами сейчас создали уже первый слой нашей работы это такая подготовительная, подготовительный этап сейчас мы приступим к основному этапу работы к созданию рисунка, уточнению рисунка и прописке каких-то основных масс ну что, давайте начнем с чего? пожалуй, с личика сейчас я найду какую-нибудь кисть потоньше так, раз что-нибудь еще потоньше сейчас мы запасаемся тонкими синтетиками относительно тонкими, вот начиная от таких и заканчивая самыми маленькими нулевочками чтобы прописать какие-то тонкие-тонкие вещи они у меня сейчас все замучены в масле поэтому я их отмою, чтобы не пачкались и мы будем приступать к работе так сейчас какие-то придется немножечко отмыть благо салфеток хватает но я думаю, что сейчас придется добавлять все, кстати, рисунок мы уже куда-то подальше отправили он уже нам абсолютно не нужен из рисунка мы с вами взяли положение котика и какую-то интересную тему ну вот здесь, например, котик лежит и пьет молочко мы с вами взяли сюжет с этой фотографии так, еще, пожалуй, какую-нибудь тонкую кисть я попробую себе обеспечить вот эту вот так, пора бы это уже подразобрать все и сейчас необходимо найти какой-то упор в масштабе у кого есть у кого нет берем любую палочку, опору и будем на нее опираться чтобы писать в детали по сырой картине у меня, кстати, это обычная такая вот полосочка палочка от жалюзи поэтому приспосабливаем любые предметы какие есть, какие найдете так, давайте начнем с глазок сейчас мы поставим основные пятна пожалуй, еще одну кисть возьму ну все, теперь я во все оружие и готова к прописке а пока я нарываю себе тряпочку хочу вас пригласить на наш закрытый мастер-класс который будет проходить уже в начале декабря сейчас Павел в чат выложит основную информацию и фотографию, с которой мы будем писать картину будем писать ночную городскую романтику старый город, мокрые улицы повозки с лошадями, которые скачут и везут своих хозяев в общем, будет потрясающе красивая работа очень атмосферная я приглашаю вас написать эту работу вместе со мной будем писать в прямом эфире и потом каждый получит запись этого мастер-класса для дальнейшего использования поэтому все, кто хочет написать ночной город романтичный то, пожалуйста, присоединяйтесь будем вас очень рады видеть итак, сейчас мы положим основные пятна в область глаз и для вас есть такая приятная новость мы решили, что если вы сегодня купите запись котенка то на наш закрытый мастер-класс вы попадаете совершенно бесплатно да, поэтому кто хочет присоединиться и поймать аж трех зайцев сразу то при покупке сегодняшнего мастер-класса вы еще получите участие в онлайн в закрытом онлайн мастер-классе и еще его запись в подарок итак, давайте мы несколько кистей возьмем под разные оттенки одна кисть у нас будет отвечать за светлые, за белесые вторая кисть за цветные а третья кисть за темные вот у нас три кисточки все тоненькие одна белая, вторая темная а третья цветная цветная это цвет глазок и мне хочется сделать котик голубоглазого можно, конечно, наверное, зеленоглазого но, ладно, пусть будет голубоглазым как такси в песне итак замешаем оттенок глаз и начинаем намечать сначала поставим ему зрачочки вокруг начинаем прокладывать белочек пол relig petits а тут есть Вот такой вот луфоглазый уже получается. Так, и, и, и тоненькой темной кистью сейчас будем прописывать дырачки. Давайте намешаем темный оттенок. Это фиолетовый и синий, можно просто синий и карплак. Вот такой вот чернявый. Баклажанный. Вот, уже на чучело стал похож, скоро будет похож на кота. А носик. Носик у нас будет розовый. Капельку краплака, кадмий красный, темный и белила. Так, ай-яй-яй. Кисть коричневая не туда макнула. Еще раз красный, капельку краплака и березы. Красного больше, чем краплака, в три ажи или даже в четыре раза. Можно чуть-чуть потемнее. Можно чуть-чуть потемнее. Еще раз. Умбра. И темной кистью начинаем прописывать. Можно взять капельку жидкости, чтобы лучше краска скользила. Но много жидкости не берем. У нас кисть должна хорошо скользить, но быть при этом не жидкой и не слишком густонабранной краской. Кисть немножечко закрутить, заострить. И начинаем прописывать. Во-первых, чуть-чуть подчеркнем носик. Желательно все-таки в сторону коричневого, а не фиолетового. Может быть, там ноздрички такие вот небольшие. Тут у нас уже будет торчать сосочка. Игорь Дуброва. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует... Игорь Дуброва. Булг. Поб Streamingное число. Продолжение следует... И сосочку чуть-чуть срежем. И губки очертить. Покажем, что он пьет из соски. И сосочку чуть-чуть потом подправим. И давайте начнем прописывать глазки. Рисуем такие вот сказочные пуговки. Внутри глазика подчеркнем светлое. Рисуем. Рисуем. Конечно же, блички. Сам носик можно чуть-чуть порозовее. И на носик тоже бличок. И потихонечку начинаем высветлять вот эти вот области. Можно пальчиком помочь. Чуть-чуть подтушевать. Пальчик регулярно вытираем. И постепенно начнем раскидывать шерстку. И здесь можно вот такими уже хаотичными движениями. Где-то синева подмешается. Пока просто раскидать. Возвращайте теньки на место. Возвращайте. Ой, знаете, что хочется сделать? Можно ему, кстати, вот так вот ушки повесить. И пусть он будет совсем таким вот маленьким, глупеньким, дурным. Но это кто хочет. От положения ушей у котиков меняется, конечно, очень сильно выражение и настроение. Давайте еще добавим тряпочек побольше. Можно ему глаза, знаете, еще, кстати, вот так вот в кучу собрать, выпучить. И он будет пучеглазый, глупый, маленький. В общем, совсем-совсем милый. Так, и теперь возьмем на вооружение вот такой вот мастихин и начнем ему проставлять ушки. На мастихин набираем небольшое количество краски и очертим ему ушки. Вот так вот. С одной стороны. Можно как-то вот так поконкретнее. Ну и, конечно же, с другой стороны. Так, откуда там синий взялся? Ага. Убираю лишний. Мастихинам очень легко, очень просто убирать какие-то погрешности. Поэтому самое главное здесь не бояться ошибиться. Так, все-таки мне хочется это ухо ему больше направить в эту сторону, чтобы оно больше торчало. И вот как раз на этом примере я вам покажу, как можно поправлять любые, абсолютно любые моменты в своей картине. Например, вот вы пишете, вам показалось, что ухо слишком туда вверх направленное, хочется ему вот такие вот растопыренные ушки сделать. Что делаем? Мастихинам вот так вот соскребаем лишнюю краску. Все. И поверх уже можем работать той краской, которая была на фоне. И той красочкой вот так вот подкидываем, подраскидываем. И все, это место уже поправлено. Можно заниматься спокойно дальше своими делами. И мы ему ушко кинем чуть-чуть вот туда. Обращаю внимание, что вот в той манере, в которой я сейчас исполняю, лучше сначала прописывать вот эти вот какие-то все участки ушки, какие-то бедра и так далее. Прописывать сам рисунок, а потом уже раскидывать шерсть и потом уже заполнять те участки, которые хочется сделать пышнее, объемнее. Набираем на другую сторону мастихина краску и куда ему направим. Пусть вот туда торчит, да? Вот так вот сначала обозначим в какую сторону, а потом форму ушка можно, наверное, еще вот сюда вот поднаправить. И внутри ушка поставим более светлые оттенки. Розовые, может быть, чуть-чуть коричневинки или даже охры. И тоже таким образом, как мы уже с вами работали, только уже по внутренней части. Вот сюда вот обозначить краешек и внутренности заполнить более светлой красочкой. А у того ушка практически не будет этого ничего видно. Вот там немножечко будет проглядывать. Это все мы поставили и можем наметить примерное положение полосок, где они будут у него на головке. Кистью можно пользоваться любой, какая есть под рукой. Ну и я примерно обозначу, что вот так, кстати, вот обязательно сейчас по форме головы. Голова у него круглая, поэтому и полосочки у него пойдут по такому шарику. Сейчас обозначим, куда пойдут вот эти вот полосы. Ну пусть он вот такой вот будет, полосатый басилий. Так, по тельцу тоже нужно раскидать. Это сейчас мы просто обозначаем вообще в каких областях, где будут полосочки располагаться. Так вот по ручкам раскидаем. Ручки вот они, такие вот несколько, два цилиндрика соединенных между собой. Вот так вот по ручкам, по бедрышкам, конечно же. И вот так вот уходит в тельце. Посмотрите, сейчас мы сначала обозначаем, как бы, такие вот намеки, общую направленность, в каких направлениях, в каких плоскостях будут располагаться эти полосы. А потом будем уже уточнять. Пока на время уберу палочку. И по хвостику тоже давайте распределять, раскидывать эти полосы. Вот такой вот у нас полосатый красавчик уже выседает. Ну давайте теперь его облечим в шерсть. Так, на область лапки вот так вот пальчиком возьму, добавлю белее лицо. Пусть лапка будет беленькая. И потом мягенько уведу в темноту. Ножка таким же образом. Вот так вот у него торчит ножка, упирается в бутылочку. Ну какая-то синева там пусть подмешивается. Так, и на этом этапе нам нужно немножко поправить рисунок бутылки. Давайте еще раз обозначим, как будет у нас направлена соска. Вот здесь вот чуть срезать. И по этому баночку нам придется немножко перенаправить. Там он соску чуть-чуть подогнул, оттянул. Но даже в этом случае немножко нужно будет подправить положение бутылки. Как это делаем? Заполняю. Так, секунду. Слежу, чтобы мне сейчас аварии не произошло, а то мусорная корзина хочет уже упасть. Набираю краску, закидываю те контуры, которые мы изначально оставили. И сейчас мы с вами набросаем новые, какие нужны. Вот как-то так. Ну что, поехали раскидывать шерсть. Чередуем оттенки. И распределяем все пушистости по котику. Где-то покраснее шерстка. Мы стихин, конечно же, вытираем постоянно. Попробуем. 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 Приятного аппетита. и раскидываем чередуя то темные, то светлые. Где-то можно уже начать подсверливать чуть-чуть на самой лапке. И шерстку вот здесь уже на мордочке. Опять же идем по форме. Где-то можно краску набирать уже погуще. Пусть он будет весь рельефный, объемный. И опять же где-то в сторону красок можно прям вот отсюда чистого кармия поддобавить. И так же пальчиком мягенько ввести в лапку. На пузико давайте добавлять более светлые оттенки. И постепенно эти же светлые у нас пойдут вот так вот в полосочки. Где-то в перемешку с кремовыми. Где-то в сторону коричневых. И конечно же на самой лапке. И постепенно уходим вот сюда вот в шерстку. И конечно же на грудке подчеркнуть вот этот воротничок. И на мордочке. Где-то можно вот такими пришлепываниями. А где-то в протяжку. В общем стараемся просто и мазочки сами разнообразнее наносить. Так, ну и немножко мастихином подрастрясем вот это все. Вот таким вот образом начинаем просверливать ему шерстку. Где-то мы подсоединим светлые оттенки и темные. А где-то просто покажем ну такую вот взъерошенность его шерсти. Давайте чуть-чуть вот сюда вот так поверну. И будем вот под таким углом работать. Где-то подальше, где-то поближе. Не везде оно будет затронуто, но вот кое-где можно пушистость раскидать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и сам хвостик конечно же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще добавлю салфеток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... И внутрь закидаем просвечивающий фон, отделим тело от фона. И туда более темные оттенки. Продолжение следует... Так, и что хочется еще сюда пустить? Давайте-ка вам вот что интересного сделаем. Давайте моему заднюю лапу так сильно запрокинем, что он будет ей даже придерживать молочко. Или заднюю лапу, наверное, так далеко он не поднимет, а вот переднюю точно. Что будем делать? Сейчас накидаем его ладошку, его лапочку вот такими вот намеками. А внутрь мы будем пускать розовые коготки. Оставшуюся часть можно продлить вот сюда вот в молочко и заодно уточнив его. Оставшуюся часть можно продлить вот сюда вот в молочко и заодно уточнив его. Под котиком больше теневых. Где-то вот так вот с краса, где-то можно с кроплочком подмешать. И посадить его на подушку. Где-то в пользу синего. Ну, вот так вот. и наоборот более светлые оттеночки вот так вот по краю подушечки затемняем вот здесь вот тоже под хвостиком чуть-чуть можно даже новые оттеночки добавить и подразнообразить оттенки вот здесь вот наверху где-то давайте еще бежевеньких закидаем вот здесь вот так на фон тоже где-нибудь необходимо поддобавить вот таких вот оттеночков очень аккуратненько где-то они могут поделенить и как раз зеленушка нам тут сыграет такую вот роль интересного оттенка мы ничего не смешиваем на палитре мы смешиваем прямо на холсте здесь у нас сейчас на фоне были разные оттенки оранжевых красных и вот при смеси с разными оттенками синий будет давать разный зеленый с этим как раз сейчас поиграем и в коричневых тоже будет другая ситуация можно побольше желтых понадобавлять где-то можно в ответку поддобавить на подушечку оранжевых вот здесь вот очень важно не переборщить чтобы грязь не получилась нам нужно просто чуть-чуть подразнообразить оттенки и соединить всю картину ну и конечно же где-то разделить вот здесь подушечка чуть-чуть слилась нужно ее отделить от фона давайте еще наберем коричневую немножко сиена жженый и смесью двух коричневых чуть-чуть совсем немножечко подтемним вот это вот вот этот участок ну и конечно же это нам даст дополнительный объем даст тень от подушки и вот таким образом можно тенечку от хвостика положить не вплотную хвостику а вот так вот чуть поводу здесь скорее всего чуть-чуть засвечиваться сейчас будет но ничего страшного с утра картинку сфотографирую пришлю можно будет поближе рассмотреть давайте мы еще замешаем рыжие оттенки и на котики дадим больше ярких пятен пусть будут такие вот горящие желтого пожалуй еще нужно поддобавить и замешаем такой вот морковный оттенок который как раз станет классным украшением нашего коричневого котика коричневый кот хорошо а рыжий еще лучше не везде не будем мы его полностью переодевать ему шубку но вот кое-где чуть-чуть дадим просто таких вот ярких пятнышек это у нас в 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 и еще побольше коричневых опять же сиена и умбарочка чуточку больше шанс больше темных где-то можно кстати синенькими пусть туда тоже какие-то таро топорщится таращится и возвращаемся к глазкам сделаем еще чуть-чуть побелее белочки не совсем белые но немножко белые вот это все можно будет сделать потом по сухому это будет еще лучше сейчас краска уже смешивается не так хорошо ложится по сухому будет гораздо проще работать да и быстрее но ничего и мы сейчас начнем обозначать а по сухому я потом закончу и не буду лепить уж совсем переносицы глазик чуть-чуть его делю но если прилепить совсем переносицы то будет такой вот совсем дурной оболтус так и синенькие зрачочки темнотой нужно будет чуть-чуть подчеркнуть я это сделаю в смеси с фиолетовым можно капельку-капельку жидкости застрить кисть или еще лучше взять кисточку потоньше у меня потому что сейчас совсем толстая внутри подчеркнуть еще более темным можно взять уже чуть чуть более густую краску и внутрь вот так аккуратненько подлезть и опять же вот это вот все дело повторить потом по сухому и темно-темно коричневым давайте поставим ему вот эти вот вот кстати не знал никогда как называются эти штучки у котов те места откуда у них растут усы в общем именно эти места мы сейчас будем намечать и кусики можно вот так вот царапнуть можно ему наоборот более темно и прописать давайте мы царапаем подступиться прямо вот к этой дырочке к основанию и вот так аккуратненько ему усики наметить и вот здесь реснички или как она правильно называется да это с названиями сегодня что-то у меня туго в общем я думаю все поняли о чем я говорю вот эти вот реснички будем их так называть так и сейчас банку мы будем делать совсем такую вот игрушечную наберем темную коричневую может где-то вот такой черневый и просто покажем эти контуры также донышко обозначить и коричневый подчеркнуть сосочку это же показать такой вот яркий яркий светлый глячок и и конечно же еще по контрастнее пальчики показать разделение между пальчиков там моему пальчики просто вот так вот очертим это у нас сказочный котик так и розовые коготочки пожалуй мы ему еще пустим так с лапками давайте мы добавим там торчащие розовые лапочки набираем розовый оттенок набираем розовый оттенок карми красный темный плюс белила белила и вот так вот сбоку чуть-чуть видны розовые подушечки а здесь мы немножко продлим ножку и давайте там будет торчать еще дальняя нога нога так говорю как будто про человека лапка нога так говорю как будто про человека лапка можно сначала слегка выскрести ту краску которая лежит внизу а потом добавить новую но можно без этого действовать вот прям так лишнее чуть-чуть я беру и сразу поверх начну вписывать и мастихинам там уже неудобно поступаться я пролезу все-таки кисточкой и отделим немножечко темнотой дальнюю от передней и и у дальней лапки будет просвечивать опять же вот эта подушечка тоже либо это по сухому либо вот сейчас по сырому но с прицелом на то что по сухому вы потом еще немножечко добавите возьмем нашу тонкую кисть и знаете таким вот мультяшным способом немножко подчеркнем подушечку всех желающих приглашаю к нам в прагу на рождество мы будем отмечать здесь рождество поедем в германию нюрнберг на ярмарке в общем будет очень классная интересная насыщенная программа поэтому все кто хочет провести незабываемые рождественские каникулы в самых красивых местах европы пожалуйста милости просим сейчас павел скинет все необходимые ссылки где можно будет ознакомиться с программой посмотреть куда мы поедем что мы будем делать как будем проводить время и при желании можно к нам присоединиться еще несколько мест есть поэтому у кого есть загранпаспорт то пожалуйста присоединяйтесь визу еще сделать все успеют у кого нет загранпаспорта то я даже не знаю возможно и успеете если делать в срочном порядке но есть вероятность что что не успеем поэтому обращение к тем у кого есть загранпаспорт и кто хочет провести класс на свои каникулы рождественские и давайте коготочки сюда еще выпустим так это наверное длинный какой-то коготь целый получился чуть-чуть покороче сейчас в чате появилась информация поэтому переходите смотрите программа очень насыщенная будем ездить просто с утра до ночи смотреть интересные вещи ну и конечно же рисовать вот так вот он коготочками уперся в бутылку держит всеми своими кошачьими маленькими силенками ну и давайте здесь тоже под выпустим ему коготочки так это маникюр какой-то совсем гламурный получился сейчас чуть-чуть поправим ну и ну и ну и ну 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 и давайте еще чуть-чуть накидаем на шерстку таких вот ярких белюсов ну 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 Сейчас мы будем ему создавать объем на шерсти. И, может быть, какие-то еще новые оттеночки подраскидаем. Ну и не могу не сказать о таком очень приятном для всех присутствующих предложении. Сейчас, как вы знаете, мировая черная пятница. И мы объявляем скидки на все наши мастер-классы, видеомастер-классы 70%. То есть это абсолютная такая глобальная распродажа на все наши видеомастер-классы на сайте. Павел сейчас скинет ссылку в чат, чтобы вы могли посмотреть, какие мастер-классы представлены. На Рождество можно перейти по ней, перейти в видео. Ну, просто чтобы было удобнее, я думаю, скинешь. Ну или, в принципе, да. По этой же ссылке все на сайте можно будет посмотреть. Предложение действует только на этих выходных. В понедельник это уже будет все закрыто. Поэтому, кто хочет приобрести какие-либо мастер-классы со скидкой, с большой, то, пожалуйста, проходите. Мастер-классов там сколько? Очень много. По-моему, штук 70 разных, самых разных. Поэтому из чего выбрать точно есть. Сейчас вот здесь вот ему грудку еще посветлее сделаю. И давайте побелее молочкой сделаем и тоже такими вот мазочками. Еще чуть-чуть белой краски выдавлю. Ну и саму сосочку мы также подчеркнем по мультяшному. И можно еще немножко подчеркнуть ему тело. И сделать их чуть более выразительными. Где-то темноты добавить в шерстинке. Ну и сам ротик тоже еще раз подчеркнем. То же самое проделаем с передней лапкой. Спасибо. 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 Где-то еще больше темненьких добавим. И так же с задней лапкой. Спасибо. Спасибо. И здесь еще чуть-чуть больше темных. Можно где-то даже пальчиком немножко подсмешать. вот здесь вот на хвостике темноту. можно это делать мастихином, можно кисточкой. в общем, как душе удобно, угодно, какие-то можно участки сделать более объемными. Ну и конечно же добавить разных-разных оттеночков. в общем. Спасибо. Ну что, вот наш котенок и готов. Сегодня у нас такая веселая, совершенно необычная, интересная работа. Я надеюсь, что все от души повеселились, что все погрузились в детство, когда мы с вами вот таких мультяшных персонажей рисовали. И я надеюсь, что все получили удовольствие. Уверена, что у всех получатся очень интересные работы, своеобразные. Не забывайте их обязательно присылать. Посмотрим. Кто-то, может быть, даже имя даст своему питомцу. Ну а я буду потихонечку с вами прощаться. Давайте вот эту прямую покажу. Завтра фотографию выложу в хорошо сфотографированную картину при дневном освещении. И еще раз покажу, что получилось. Ну что, еще раз большое всем спасибо за внимание. Всем хорошего настроения, хорошего вечера. Начинайте готовиться к Рождеству, готовить подарки своим родным, любимым, близким. И всего доброго. До свидания всем.